теперь давайте с вами рассмотрим как можно сделать чтобы наши пользователи могли авторизироваться то есть создавать свой аккаунт входить в него под этим аккаунтом сохранять я не знаю допустим в нашем случае будут избранные то есть смогут выбрать какие-то книги но дальше можно много чего с помощью этого придумать мы об этом еще поговорим и так данном уроке мы будем использовать email и паспорт аутентификацию поэтому идем сразу на firebase и здесь заходим в аутентификацию то есть идем где находятся все продукты и смотрим где у нас есть authentication заходим в authentication выбираем начать у меня все на испанском но ничего страшного у вас такая же кнопка будет и смотрим как мы хотим регистрироваться в нашем случае это электронная почта и паспорт но у меня написано корр и электронику и контра сенья то есть вот это выбираем и все активируем отлично сохранить все с этого момента мы можем уже начать писать код у нас уже в принципе все добавлено для аутентификации поэтому заходим сюда прежде чем добавлять какой-то код который будет регистрировать наших пользователей давайте создадим разметку это у нас будет уже отдельный кран после моего доработаем когда уже будем делать наш книжный магазинчик и в принципе готова поэтому мы на activity можно уже вот это все что мы использовали удалять что у нас здесь есть так у нас есть фарбас firestore отлично а нет аутентификация даже еще нету я говорю что у нас есть а у нас еще нету мы же не добавляли у нас есть storage firestore композ значит нам нужно еще добавить зависимости отлично я думаю чтобы их уж добавили для этого мы опять же идем в lips version тому и здесь создадим еще out то есть выбираем у нас будет firebase out на официальной страничке firebase вы можете найти всю эту документацию как что это делается ссылку оставлю в описании к этому видео если хотите посмотреть то есть вот показывает что нужно сделать нам нужно давать вот такую зависимость видите com google firebase firebase out нас уже есть зависимость бом вот это вот и она уже будет сама версии здесь обновлять так что не нужно ничего больше делать можно сделать таким образом скопируем возвращаемся сюда это у нас будет out значит мы прямо здесь вставляем что это у нас будет модуль out а версии никого не будет потому что у нас вот вот бомб и будет это все добавлять кстати давайте это отделим от койла пусть будет у нас где-нибудь вот здесь где находится все от firebase все и теперь просто синхронизируем и добавляем это в бил граду модуль так все синхронизировалась теперь идем пил граду модуль и здесь добавляем это свет липс фарбейс и у нас теперь есть out так где нас есть вот он out теперь синхронизируем и все мы теперь сможем пользоваться аутентификации с помощью электронной почты и паспорта ну как я уже сказал прежде чем добавлять эту аутентификацию она несложная как вы видите на официальной страничке здесь мы можем получить с помощью firebase out то есть объект out и с помощью него можем уже получает допустим current user что это означает если мы сделаем вот так out current user то мы можем взять юсера у него есть информация это его идентификатор уникальный с помощью которого мы будем создавать специальный путь где он будет сохранять всю свою информацию чтобы другие не могли получить доступ к этому пути а если нам придет нал это значит что пользователь не вошел еще либо не зарегистрировался то есть если он зарегистрировался он еще может выйти своего аккаунта тогда ему нужно будет войти под этим аккаунтом поэтому там что нужно делать нам нужно проверять пользователь вошел или нет под своим аккаунтом если current user now значит выводим экран войдите либо зарегистрируйтесь то есть он не зарегистрировался то ему нужно зарегистрироваться если он уже зарегистрированный то им нужно просто войти указал свою электронную почту и паспорт вот и все тогда current user придет не на это будет информация и мы с помощью него же что-то сможем делать но это вы уже увидите в дальнейшем пока что давайте просто посмотрим как мы регистрируемся то есть вот нам нужно просто взять, включить объект out, вот таким способом Firebase out, и вызываем create user with email and password и сюда передаем email, который мы возьмем из какого-нибудь text field, где мы напишем, и паспорт, и все. Если все успешно прошло, то он зарегистрируется и выдаст нам out новый current user. А если нет, то выведем какое-нибудь сообщение, что по какой-то причине не удалось зарегистрироваться. Но, как я уже сказал, прежде чем все вот это запускать, нам нужно создать какую-то разметку, поэтому давайте удалим ту разметку, которая у нас была ранее, она нам сейчас не нужна, потому что мы все это будем переделывать под наш магазинчик, книжный магазинчик, поэтому вот это все не нужно. Будем тренироваться писать все заново. Так, вот это все удаляем. Так, здесь не хватает одной фигурной скобки, добавили, отлично, все. Отформатировали код. Так, давайте создадим отдельный пакет, пакет UI, это у нас будет, к примеру, логин, это у нас будет package, логин. И здесь у нас пойдет все, что нам, что у нас будет связано с регистрацией и так далее. Логин. Так, здесь создадим сразу экран, разметку простенькую пока что, просто чтобы пользователь пока что мог регистрироваться. Мы пока не будем делать вход, а просто будем делать регистрацию. Не будем делать проверку, пользователь уже вошел или нет, это уже сделаем на следующих уроках. Итак, назовем, к примеру, логин screen. Разметка будет простая, это у нас будет composable, значит нужно указать круглые скобки, потому что это функция, и вместо class вы уже сами знаете, лучше меня, что здесь указываем fun, здесь composable, и в принципе все. Разметка будет таким образом, добавим column, и в column укажем, что все элементы были в середине, по горизонтали, по вертикали, и там у нас пойдет три элемента. У нас будет один text field для того, чтобы пользователь мог вписать свою электронную почту, второй text field для того, чтобы он мог вписать свой паспорт, и третий элемент, это будет кнопка, при нажатии на которую мы уже зарегистрируемся, вернее, пользователь зарегистрируется. Пишем modifier, и здесь мы добавляем, чтобы был этот column во весь экран, поэтому берем modifier из пакета compose UI, точка, это у нас будет fill max size, все. Ну и дальше, как я уже сказал, давайте сделаем, чтобы все элементы, которые пойдут в этом контейнере column, были по горизонтали, по вертикали, в середине. И в принципе все. Можно еще текст добавить, написать sign in, к примеру, ну чтобы красиво было, но это можно будет после уже добавлять. Итак, здесь у нас будет horizontal alignment, alignment center horizontally, и вертикал arrangement, arrangement center. Вот и все, теперь все элементы будут в центре, по горизонтали и по вертикали. Так, чтобы я не то сделал. Далее, добавляем text field, text field, вот он он. И сюда нужно придать значение, и значение, которое будет меняться. Пока что все прямо здесь сделаем, поэтому я создаю переменную вал, это у нас будет состояние, это у нас будет email state, все равно, remember, все, в remember у нас идет mutable state of, где у нас есть state of, и по умолчанию там будет просто пустой текст. И еще нам понадобится для паспорта, как вы уже поняли, чтобы мы могли вводить, это будет паспорт state. тоже будет пустота по умолчанию. В принципе все, значит value сюда передаем, это у нас будет email state.value. И здесь у нас будет текст обновляться. Открываем и закрываем фигурные скобки, и будет приходить этот текст, который мы пишем. Поэтому мы обновляем наш email state.value равно it. Все, здесь обновляется. Далее, один text field у нас есть, где мы будем исполнять. Давайте добавим спейсер, то есть расстояние, спейсер. Это будет modifier по высоте, точка height. Ну не знаю, давайте сделаем 10 dp, к примеру. Если что, можете настроить, как вам больше нравится. И здесь я удалил нечаянно круглую скобку. Хорошо. И теперь вот это все опять же скопируем. Только следующий текст field будет для ввода паспорта. Это будет у нас password state.value. Хорошо. И здесь будет опять же меняться password state.value. Password state.value. Отлично. И кнопка, обычная кнопка. Button. Нажатие будет вот здесь осуществляться. Здесь мы будем запускать вот этот код, который я вам показывал. Вот этот вот. Чтобы мы могли уже зарегистрироваться. А здесь будет просто текст какой-нибудь. Так, это у нас будет просто текст. И здесь я напишу, я не знаю. Давайте напишем sign up. То есть это у нас будет регистрация. Пока это не вход, потому что есть sign in и есть sign up. Sign up это когда мы регистрируемся. Sign in это когда мы уже зарегистрировались. У нас уже созданный аккаунт. И пользователь просто входит под этим аккаунтом. Вот и все. Итак, все. В принципе, над этим текст field можно было бы еще сделать текст и написать sign in. Ну, в принципе, это не нужно, потому что сейчас это не главное. Так, давайте запустим вот этот экран и посмотрим, что у нас вообще получилось. Может быть, что-то нужно будет подправить. Прямо здесь запускаем login. Login screen. Все. Ну и поехали. Запускаем, смотрим. Так, все запустилось. Давайте посмотрим. Ну, все отлично. Здесь мы будем вписывать наш email. Бла-бла-бла. А здесь password. Жмем sign up и регистрируемся. Будем выводить какое-нибудь сообщение. Все. Ну, а как регистрироваться, я уже вам говорил. На официальной страничке это можно легко найти. create user with email and password и добавляем uncompleted listener. Вот и все. Но сначала нам нужно получить объект аутентификации. Поэтому берем val. Это у нас будет, к примеру, out. Назову. Out равно firebase.out. Все. Получили этот out. И с помощью него мы можем создать уже где-нибудь здесь. Создадим private fun. И это у нас будет, к примеру, sign up. Sign up. Сюда нужно будет передать этот объект out. Out. Это у нас firebase out. И все. И здесь мы будем производить регистрацию. Так, давайте вот это закроем. Здесь мы делаем следующее. С помощью этого out вызываем create user with email and password. И сюда нужно передать объекты string. Мы их передадим таким вот образом. То есть это у нас будет email. Это будет string, запятая. И еще у нас будет password, с помощью которого мы будем регистрироваться. Это тоже будет string. Вот и все. Поэтому мы сюда передаем email and password. Как вы видите, все здесь, в принципе, очень просто. Password. И готово. И добавляем add uncompleted listener. Либо add unsuccessless listener. Можно еще проверить на ошибку. Unfiler listener. Add complete listener. Я добавлю вот этот. В принципе, все. Но дальше, если вы посмотрите в официальную документацию, что можно сделать? Мы можем проверить из successful, если все нормально произошло, то есть успешно зарегистрировались, значит из successful будет true. Если нет, то будет false. Тогда мы можем отследить и показать ошибку. Давайте сейчас так и сделаем. Если successful, my page с помощью out, можем взять уже current user и что-нибудь сделать. Обновить интерфейс экрана, показать электронную почту, под которую он вошел, перейти на следующий экран или еще что-то. Это уже как вы хотите. Так, давайте посмотрим, что можно сделать. Здесь мы сделаем следующее. If, если у нас и точка is successful, значит мы возьмем и просто напишем сообщение log пока что. Ничего здесь мы другого делать не будем. Это будет my log. Посмотрим, что все успешно прошло. И напишем signup successful. И вот так. Это у нас будет signup successful. А если нет, то напишем, что какая-то ошибка. Else. Тогда нет. Signup filer. Вот так пусть будет. В принципе все. Теперь мы можем этот signup запускать при нажатии на кнопку и готово. Ну и брать естественную информацию из пасфорда, email, state. Так, при нажатии запустим signup. Сюда передаем out инстанцию. Далее мы передаем сюда email state value, то есть string этот. И далее передаем password state.value. Все. И увидим, зарегистрировались мы или нет. Если мы зайдем в панель к log cut, здесь можно сразу настроить, чтобы только видели те логи, которые я буду использовать. Это у нас будет tag mylog. Все. Отлично. Запускаем, проверяем. И в принципе, если все работает нормально, на этом урок будет закончен. Так, все запустилось. Здесь я пишу свою электронную почту. Все. А пасфорд? Смотрите здесь внимательно. Возможно, я еще сделаю следующий урок, где мы посмотрим про ошибки. Потому что здесь могут быть разные ошибки. Например, должно быть больше шести символов. Шести или семи, точно не помню. Ну, проверьте. И мы можем отслеживать ошибки, и нам будет показывать exception. Допустим, если пользователь ввел мало символов в пасфорд, то будет выходить один exception. И мы можем это показать, что нужно ввести больше символов. Если пользователь неправильно почту написал, то будет другая ошибка, другой exception. Все это можно прослеживать. Но на этом уроке мы это делать не будем. Не хочу урок затягивать. Просто вводите больше семи символов. Я точно не помню шесть или семь. Поэтому вводите на всякий случай семь, восемь. Вот и все. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот такой пасфорд у меня будет. Жмем сигнап и смотрим в панельке logcat. Так, у меня здесь офлайн. Смотрим. У нас что-нибудь произошло или нет? Запускаем. И ничего не произошло. А, да, все произошло. Сигнап successful первый раз, а второй раз сигнап файл. Почему? Потому что когда я уже зарегистрированный, видите, это еще одна ошибка. Больше зарегистрироваться нельзя. Мы могли бы отследить exception, и в exception в месседж было бы написано, что такой пользователь уже существует. Но в данном случае мы никакие ошибки не отслеживаем. Просто видим, что первый раз все нормально, а второй раз уже дает ошибку, потому что теперь нам нужно делать сигн имя. То есть мы должны уже входить, если мы зарегистрировались. Если мы, конечно, удалим аккаунт, то тогда уже можем заново регистрироваться. Но пока что мы теперь можем только входить, потому что мы уже зарегистрировались. Если мы теперь зайдем на Firebase, зайдем в аутентификацию, здесь пользователи, мы увидим, что вот появился новый пользователь. И вот это нас интересует. UID. Это уникальный идентификатор пользователей, который мы будем использовать для того, чтобы создавать пути в Firestore. И на этот путь мы будем прописывать, что только этот пользователь может зайти, записывать, считывать и так далее. Тогда никакой другой пользователь не сможет зайти на этот путь. И вот это как раз таки и прописывается в правилах безопасности. Так, не туда зашел. Допустим, в Firestore у нас есть правила безопасности. Пока что у нас там просто стоит, кажется, true. Правильно? Да, здесь стоит просто true. Но мы можем создать здесь разные пути и указать, что на этом пути может считывать только владелец данного узла. То есть мы создадим узел с его идентификатором и будем проверять идентификатор этого пользователя, потому что здесь у нас есть, к примеру, мы можем взять request. И у нас есть out. Видите? Точка. И здесь есть UID. Что это означает? Это когда пользователь будет заходить на этот путь и пытаться считать, либо записывать, то будет получать его уникальный идентификатор UID, который мы только что создали, когда зарегистрировались. И мы можем ее сравнивать с чем-либо, к примеру. Но я это делать не буду. А также можем проверять, если пользователь зарегистрированный. То есть если UID не равен now, это значит, что пользователь зарегистрировался, и мы можем разрешить ему считывать и записывать. Но пока что в данном случае мы указываем, что вообще везде, во всей базе данных, любой зарегистрированный пользователь может считывать и записывать. Но про это мы еще поговорим, поэтому не обращайте внимания. Давайте пока что оставим, как было. Просто я вам хотел показать, что на основе теперь аутентификации, то есть когда пользователь зарегистрировался и у него есть уникальный идентификатор UID, мы можем здесь настраивать правила безопасности для того, чтобы данные пользователя были защищены. И вот и все. Итак, все успешно сработало. Надеюсь, что у вас тоже все получилось. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. А я с вами прощаюсь до следующего урока. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok